Экономисты на этой неделе высказали опасения независимого экономиста насчет того, какими темпами у нас идет так называемое обеление зарплат. То есть, попросту говоря, легализация зарплатного фонда. Но всевозможных предприятий, понятно, речь идет не о госсекторе, хотя неизвестно, как там дело на самом деле обстоит. Речь идет о частном бизнесе. У нас, кстати, дорогие телезрители, вы помните, в гостях бывают сотрудники налоговой службы. Они бодро нам рапортуют о том, как они увеличили сборы, и они все правильно делают. Они люди государева, им государство поставило задачу, и они ее выполняют. Они молодцы. Но все-таки экономисты говорят, что сейчас в условиях кризиса нашего перманентного уже не факт, что это будет хорошо, если все предприниматели станут тотально выплачивать зарплаты только белые. Потому что лучше от этого не станет практически никому. Об этом мы сегодня и поговорим. А вы можете задавать свой вопрос по телефону 3190. Телефон прямого эфира 3190. Какую вы зарплату получаете? Белая она, серая или вообще черная? Готовы ли вы платить налоги, чтобы спать спокойно, если вы предприниматель? Готовы ли вы получать белую зарплату, чтобы потом у вас пенсия была? Если до нее доживете, возраст повысили все-таки. Или вам плевать на все это, вы готовы здесь и сейчас, получить свою пусть черную, но побольше зарплату, потому что жить надо сейчас, кредит платить сейчас, кушать что-то прямо сейчас. Звоните по телефону 3190, пока хочу представить гостей эфира. Это Анна Рыбакова, директор Тверского завода железобетонных изделий АО ТЖБИ номер 4. Здравствуйте. Анна, добрый день. Это Владимир Ешурин, генеральный директор научно-исследовательского центра «Спецпроект». Добрый день. Это его тезка Владимир Веденеев, генеральный директор научно-производственной фирмы «Политехника». Все вот эти господа и дама, это члены нашей Тверской торгово-промышленной палаты, которая любезно нам оказала содействие в организации этой программы, за что ей большое спасибо. И молодая порсель, это Михаил Бабайцев, наставник клуба «Физика начала пути» при нашем Тверском госуниверситете, а еще педагог сельской школы деревни Никулина. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, господа, вот скажите, вот вы чувствуете, что у нас в стране активно идет процесс обеления зарплат? Ну, я, со своей стороны, единственное, что могу почувствовать в рамках обеления зарплаты, это более пристальное внимание налоговых органов. к ним планирует подключаться прокуратура, ну и, в принципе, подключается уже. Вот, поэтому по поводу обеления не знаю, и что из этого получится для населения, тоже пока непонятно. Но работать с этим как-то надо, как-то придется, и я думаю, что выражу общее мнение, что нам, как бизнесу, ну не совсем понятно, как во всем этом придется жить и развиваться. Ну, а что вы мне расшифруете? Телезрители мне все бизнесом занимаются, понимаете? Непонятно это что? Как нам с этим жить? Непонятно то, что налоговые органы, их пристальное внимание, тот объем налогов, который сейчас возложен на нас, он, ну, скажем так, не померен. Ну, и с точки зрения выплаты зарплат в том числе. Ну, это не к налоговым органам, еще раз, они всего лишь исполнительные инструменты. Ну, поставили сдачи, их так же, видите, что называется, по голове бьют, что мало собрали, с них требуют, они всего лишь инструменты. Можно я вклинюсь в ваш разговор? Нужно, конечно. Значит, ну, как говорится, своего опыта уже, в общем-то, практически пенсионер, скажу таким образом. Все это правильно, правительство делает замечательно. Надо обелять зарплату, надо честно работать, потому что честно работать должно быть выгоднее. Вот это основная задача правительства, чтобы сделать так, чтобы честно работать было выгодно. Но на сегодняшний день получается так, что у нас все через одно место, извиняюсь за выражение. По-моему, мне сказывается такое впечатление, что правительство, замечательное у нас правительство, но живет оно в другой стране, а мы живем в другой. Говорят, что Москва отдельное государство, понимаете? Чем дальше от Москвы, все вот так вот у нас и получается, что мы живем в другой стране. Получается очень простая арифметика. Для того, чтобы повысить заработную плату работнику, предприниматель должен, на тысячу рублей повысил, 430 рублей из этого отдай. Отдай. Это чистые налоги. Я не говорю еще про косвенные налоги. В результате получается так, чтобы ему увеличить оборот на 100 тысяч, он должен зарабатывать 150 тысяч. Это вот грубый подсчет. Я не знаю, в общем-то, как это получается. Да, надо платить, надо повышать пенсию. Голикова, кстати, обещала в 2018 году, в июне месяце, что пенсионерам, мы повышаем пенсионный возраст, и пенсионерам повысят на тысячу. Каждый месяц тысячу. То есть 12 тысяч в год. В результате это оказалось, да, правильно, 12 тысяч на весь год. Не в месяц, а в год. Ну, оговорилась. Ну, это же правительственный чиновник оговорился. У меня такое складывается впечатление, что они думают об одном, а получается совсем другое. И не надо считать, что вот у нас сидят и все. Это взрывоопасно сейчас вот такие вещи делать. Да, хорошо, прекрасно, замечательно. Там борьба с обналичиванием денег, там с грязным налом. Это все тоже нужно. Все прекрасно, замечательно. Но сделайте условия. Вчера, я извиняюсь, как монолог, вы вклиниваете, пожалуйста, говорите. Хорошо, мы вклиниемся. Пока интересно. Вчера наша торгово-промышленная палата организовывала встречу на предприятии «Волжский пекарь». Изумительное предприятие, замечательное. Но они работают все по-честному, все по-белому. Никаких там ни вправо-влево нет. Все замечательно. Но по показателям прибыль у них за 2018 год... 7 миллионов. А процент это какой? 7 миллионов. Ну, это не так... Там мизер. Если в 2016 году она была 30 миллионов, то вот сами посудите. Обороты растут, а прибыль падает на самом деле. Значит, я просто-напросто посмотрел выплаты налоговых. Вот это официальные данные. Выплаты налоговым всех бюджетов и их оборот. Получается, что в 2015 год 12,4% налогов во все уровни бюджета они заплатили с оборота. В 2016 год также где-то чуть поменьше. В 2017 год то же самое. А в 2018 год у них уже сразу 14,4%. А в 2019 год, сейчас еще 2 НДС прибавили, у них еще вырастет. Вырастет это у них будет уже 16. Налоговая нагрузка возрастает на предпринимателей. Если вот он честно работает, то у него возрастает. Поэтому более-неволее предприниматель начинает искать выход. Ведь все же хотят жить. Работники, да. Я вот уверен, на сегодняшний день к любому работнику обратишься и спросишь ему. Вот я тебе заплачу сейчас 50 тысяч. Ну заплачу за тебя все налоги. Или заплачу 75 тысяч. Ну налоги ты сам плачешь. Ну у тебя будет минималка по справке. Да. Да. И что работник скажет? Работник, конечно, выберет. Выберут все. Вот я тоже подтвержду. Выберет, где будет живых денег. Мнение жителей, это мнение работающих людей. Вот к этому мнению надо прислушаться правительству. Вот что основное. Потому что это очень взрывоопасная вещь. Статистика говорит о том, что у нас растут зарплаты. Неправильно. Это все лукавые цифры статистики. Как посчитать? Если посчитать по росту цен, то у нас зарплаты упали. Люди стали меньше пить. Вот по телевизору мы об этом продолжим. У нас статистика говорит, что у нас сейчас реклама, господа. А потом мы продолжим про все, что вы хотели сказать. Все, что у вас накипело на душе. Реклама, дорогие телезрители. А вы не переключайте. Телефон 3190. Все, что вы думаете о зарплатах белых, серых, черных. Дорогие телезрители, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о зарплатах. Белые, серые, черные. Какими они, на ваш взгляд, должны быть в условиях нынешней непростой, я даже скажу, тяжелой экономической ситуации? Звоните по телефону 3190. А мне коллеги показывают, что кто-то уже дозвонился. Да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Никита. Я студент. И тоже в дальнейшем не планирую официально трудоустраиваться. Потому что мне выгоднее получать сейчас все средства и распоряжаться ими так, как я захочу. Никита, скажите, а вы с этой зарплатой серой, которая у вас будет, допустим, вы будете получать неофициально 50 тысяч, официально, допустим, 12. Ну, пойдете ведь в банк, захотите оформить кредит на автомобиль. Или вам скажут 12 тысяч, извини, только если на заводную машину у тебя оформить кредит. Что вы думаете по этому поводу? Смотрите, я стараюсь жить по возможностям и думаю, что автомобиль должен стоить годовую зарплату работника. То есть, допустим, получаю я в год 220 тысяч. Вот, автомобиль у меня должен быть в такую стоимость. Поэтому я вообще никакие кредиты, ни авто, ни ипотеки вообще в своей жизни не рассматриваю и никому их не советую. Никита, а о пенсии вы думаете? О детях? О пенсии? А, о пенсии? Нет, конечно, я на нее совсем не рассчитываю. Почему? Ну, потому что продолжительность жизни у нас в мире мужского населения 69 лет. И смотрите, я всю жизнь буду откладывать со своей официальной зарплаты деньги, а потом их никогда не получу. Ладно бы, после моей смерти пенсию получала, допустим, моя жена или мои дети. То есть, вот эти мои средства накопленные шли бы моим родственникам. А так они просто уйдут в государство и никто их не увидит. Мне так не устраивает. То есть, вам сейчас выгоднее просто какой-то процент от своего измешечного дохода класть в банк, может быть, даже под невысокий процент. И вам все равно это будет выгоднее, потому что этими деньгами смогут распорядиться, если что, ваши близкие. Ну, да, в таком случае, да, но если это будет исключительно мой вклад, то есть, он не какой-то пенсионный, не какой-то с моей зарплатой, а это чисто будут деньги, которые я сам захотел бы положить, тогда вот да. А что непринудительно, они как-то будут присчисляться, или работодатель за меня будет платить, я категорически против. Никитин, а позвольте такой вопрос. Вы больше склоняетесь в таком случае к серой или к черной зарплате? Мне кажется, больше к черной. Ну, то есть, все равно мы платим налог. Я, допустим, езжу на автомобиль, я плачу за бензин, акциз. Я покупаю продукты, я плачу за них тоже налог. Ну, то есть, все равно любые деньги, даже чистые, они все равно каким-то налогом облагаются. То есть, еще удерживать за то, что я получаю... Ладно, я согласен платить за поддержание порядка, за полицию, за скорую помощь, за пожарные. Вот, за это я готов платить какие-то деньги, а все остальное меня не очень устраивает, то, что сейчас происходит в мире. Ну, и вообще, наверное, в России в целом, наверное, не только у нас так все это. Да, у меня вопрос был немножко другой, в том плане, что если вы рассчитываете больше на черную зарплату, как вы видите тогда трудоустройство, и насколько вы готовы к рисковости в данном случае? Ну, я не полагаюсь на кого-то, я больше, вот у меня из опыта своего небольшого работы, я больше договариваюсь с людьми, непосредственно с заказчиками, или работаю через, ну, мастера, бригадира. То есть, у нас больше такая человеческая договоренность, и всем интересно, чтобы работа была сделана качественно, и тот человек, которому мы это делаем, он готов за качественную работу заплатить деньги. Вот и все. То есть, у нас больше всего на человеческих каких-то таких качествах. А вас не пугает вот нашумевшая достаточно история в Твери, когда инспектора налоговые пришли к самозанятому человеку, который пек торты, торты, прошу прощения, известная история, то есть, получает деньги, печет торты, и человека находит и наказывает очень сильно. Вы не боитесь, что сейчас такой уровень контроля, надзора за вашими расходами, сберовская карточка, рано или поздно все равно контролирующие органы узнают, что вы получаете нелегальные, необлагаемые ничего? Понимаете, мы получаем такие маленькие деньги, что это там, кто-то получает 10 тысяч на этих тортах, кто-то получает 20-30, и те суммы, которые мы получаем, мне кажется, они в минимальной степени интересуют налоговую или кого-либо. То есть, это такие суммы, на которые мы просто выживаем. Ну, то есть, нельзя сказать, что мы как-то можем откладывать эти деньги. Мы постоянно их используем или... Спасибо, Никита. Спасибо вам большое за ваше мнение, спасибо большое за звонок. Понимаете, просто в наших государствах показывает практика, вот если ты украл, я не знаю, схитрил там на 10 тысяч рублей, это интересует намного больше, чем когда ты принес государству миллиарды даже, как некоторые у нас, ущерба, потом человек спокойно отбывает свой якобы срок в доме на молочном переулке, на 20-комнатной квартире пишет стихи, а потом вообще выходит, и ничего. Я просто в продолжении телефонного разговора хочу обратить внимание, что у нас сложилась такая ситуация в стране, что молодое потенциальное поколение, оно готово рисковать, готово работать на каких-то просто договоренностях, без каких-то обязательств, лишь бы, как вот заметил Никита, просто выживать. А вот сидите, как молодое поколение. Михаил, скажите, вот насколько, по вашему ощущению, проценты, не знаю, сколько много ваших ровесников, плюс-минус, вот так же настроен, как Никита, что жить надо здесь и сейчас, а до пенсии, вот нас даже Владимир Веденевся оптимистично назвал почти пенсионером, ну почти, вам еще работать, работать теперь, так что не надо настраиваться на скорый спокойный отдых. Михаил, многие вот так же рассчитывают? Ну, кстати, комментарий Никиты совершенно верный, где-то, наверное, 9 человек из 10 совершенно не верят в наше государство и не верят в то, что они до этой пенсии самые несчастные доживут. Я когда-то верил, я начал свою трудовую деятельность. Ты говорите, как будто вам тоже там 50 лет, там когда-то, при Леонидовиче Брежне, когда-то это 14 лет, когда мне говорили, что вот, да, нужно начинать раньше, чтобы потом воспитание себя было хорошее, чтобы можно было в достатке жить, ни о чем себе не отказывать, ну, конечно, в пределах разумного. И тут через какое-то время появился замечательный сервис, который позволит бесплатно делать выпуск из пенсионного фонда, посмотреть, какие там, собственно, накопления. Госуслуги называется. Ну, я однажды и воспользовался этим сервисом. И когда я уйдет цифр за мою трудовую деятельность, да, студенческую, ученическую... Воспределились. Соответственно, да, я был очень удивлен и понял, что, как бы, говорить одно, а делать это другое. Поэтому сразу вот это доверие государству относительно пенсии, оно пропало. Ну, и в свете недавних тоже событий, которые были очень эффектно прикрыты нашей футбольной тематикой... А недавно каким сразу? У нас много прикрывается. Ну, самое главное, естественно, которое волнует современным молодежью, это повышение пенсионного возраста. То есть, если так можно было рассчитывать, что до этой пенсии мы дотянем, да, учитывая, что у нас довольно-таки сложная жизнь, то теперь нет. Хотя бы даже потому, что, ну, мало ли, еще какой-нибудь хоккей и футбол выиграем, и что получится? Получится, что мы поверим еще раз государству, да, будет нам лет 50 уже там, а они, бац, поднимут еще пенсионный возраст. И в результате что? Мы без пенсии опять. Как, собственно, случилось с многими вот такими людьми, у которых там на следующий год должна была быть пенсия, но они вот в рамках этой реформы не попали. Естественно, сейчас они начинают хаять государство и всячески пытаться уходить с белой, как раз зарплаты на черную. Михаил, вот вы сказали самое такое слово важное, доверие. Доверие. Доверие и порядочность. То есть, у людей абсолютно нет доверия к власти. То есть, налоги, по сути своей, по экономической, налог мы платим нашему государству, это плата за то, что оно существует. Оно нам обеспечивает охрану. Оно нам обеспечивает честный независимый суд. Но охрана это Росгвардия, это органы. Государство, это мы. Мы создали это государство. На самом деле, по демократическим понятиям, понимаете, нет, если бы это был феодал, да, феодал нас оберегает, у него есть своя дружина, а за это он с нас дерет налог. Ну, вообще-то, у нас где-то так похоже сейчас происходит. Ну, до юра, мы создали это государство. Мы уходим от темы. От зарплаты, да. Потому что, если мы рассматриваем налоги зарплатные, там именно идет зарплата, это пенсионные, социальные и подоходные, которые идет местный налог для местных властей. Вот, и мы больше всех ругаем местную власть, потому что они мало что делают, но потому что у них мало денег. Ну, нет. И вот здесь, в данном случае, как раз найти надо золотую серединку, так, чтобы было выгодно всем. Вот. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот здесь вот предложение. Михаил сказал правильно, лучше получать больше сейчас, чтобы иметь возможность съездить куда-то отдохнуть, купить какую-то шмотку, покушать в ресторане, гаджет какой-то. Хотя бы в кафе. Каждый смотрит, где выгодно. Вот я вам скажу пример, женщина еще детородного возраста, так скажем, 25-35 лет. О, еще. По-настоящему Меркману, это самая детородная, даже черноватая, 25 лет. Она будет стремиться идти на официальную зарплату, пусть не самую высокую, но именно на официальную. По одной простой причине. Когда она уйдет в декрет, то ее больничные и отпуск по уходу за ребенком еще полтора года, и вот сейчас вроде бы там государство говорит, что что-то будут продлевать, он, его размер зависит от твоей официальной заработной платы. И работодатель будет платить тебе не за свой счет вот эти выплаты, а за счет, соответственно, фонда социального страхования. И она согласится на более низкую зарплату, потому что здесь высокие социальные гарантии, потому что она действительно не сможет полтора года с грудным младенцем работать, и она будет просто получать деньги от государства. У меня сейчас приходят на работу сотрудники 40+, и они готовы идти на заработную плату более низкую, то есть молодые не идут, а 40+, имеющие уже определенную квалификацию, знающие, идут на более низкую заработную плату. Почему? Потому что начинаются болячки, начинаются болезни, начинаются больничные листы. А размер выплат по больничному листу зависит от официальной зарплаты. Соответственно, если ты работаешь полностью на черный, вот что-то случилось с тобой, рука, нога, заболел, ладно, сопли, да, а бывают серьезные заболевания. Нет, конечно, мы про серьезные, мы не правы. Действительно, ты теряешь трудоспособность на месяцы. Ты за счет чего жить будешь? Если ты себе наоткладывал куда-нибудь в кубышечку, то вот хорошо. Если у тебя есть муж, жена состоятельный, мама, папа, еще кто-то, дети выросли, то есть кто тебя поддерживает? А представьте себе ситуацию, нет. А потерял трудоспособность, ну, вон, завтра все под Богом ходят, кто-то в машину въехал, все, что? На что жить? И вот здесь вот гарантии социальные. И те сотрудники, те люди, которые уже соломку, ну, почувствовали жареное, да, вот поболели, что-то такое, они соглашаются на более низкие заработные платы, потому что работодатели, которые платят белую зарплату, уровень отчислений, он ниже всегда, потому что вы правильно сказали, мы сколько, 43% мы еще государству отдадим. Более молодые компании, IT, может быть, развивающиеся, которые нанимают себе молодой персонал, они, наверное, в большей степени будут работать с черными заработными платами и серыми. Потому что, во-первых, и получить, наверное, эти деньги проще. Я не знаю сейчас, какая стоимость, вот так называемого там обнала, получения наличных денег, к сожалению. Вы знаете, вот, затронув, извините, я вас перейду, затронув тему молодых компаний, ну вот, я свою компанию считаю достаточно молодой. Она существует, там, три с небольшим года, и в данном случае... У вас, извините, реальное производство или связано наука, я не знаю, там, и так далее, IT-технологии, и самая вот у Анны, это реальное производство, железо-петонные блоки, и так далее. Это проектирование и реальное производство, в том числе. Просто телезрительное для понимания тоже. И столкнулись с тем, что, когда прорабатывался бизнес-план, как раз вот вопрос черного обнала, ну, все мы здесь не дети, и все прекрасно все понимаем. Просчитывая варианты выплаты зарплат и, в принципе, развития производства, все эти варианты сводились к тому, что разница в прибыли для меня, она становилась не совсем интересной. И мне было проще платить белую зарплату всем сотрудникам, как они у меня и получают. Кто-то выводит сотрудников за штат, делает их ИП. То есть такой вариант тоже есть, но возможен. Кто-то черную, кто-то серую зарплату, кому-то проще работать белую. Я для себя выбрал работать с белыми зарплатами, спиться спокойней. Не просто спиться спокойней, это удобней. Это удобней. Но при всем при этом, вот опять же затронув молодое производство, я понимаю, что производство я не могу развивать так, как оно должно развиваться. Потому что тот минимум прибыли, который он остается, на хорошее качественное обновление основных фондов. А при обесценивании денег сейчас, о чем здесь можно говорить. И получается, опять же, как у нас из года в год заявляют, что у нас дорогу производству, давайте не будем, как вот говорят, их кошмарить, дадим им льготы и послабления. Но вот из года в год я вижу, что не только нету послаблений, но и дополнительное закручивание гаек. Причем обеспечивают поступление в бюджет не только налоговое, а еще и всевозможные штрафы. Между прочим, это касается не только предприятий, это касается частных лиц. Десять лет назад много, вот мы, наши телезрители, платили штрафы в ГИБДД. Я уверена, стопроцентно, что гораздо меньше, чем сейчас, потому что развитие технологий, то есть автоматическая фиксация всевозможная, то есть письма счастья, welcome, пожалуйста, пополняется бюджет. То, что нам рассказывают, что это идет на ремонт дорог, ну, в какой-то степени, возможно, да. На рублево. Да. А когда к нам приходят проверяющие надзорные органы, во все предприятия они приходят, причем с завидной периодичностью, и в кулуарных беседах с закрытыми дверями все говорят, у нас есть план, он неофициальный, у нас спускается он сверху, мы должны принести, ну, и дальше в зависимости от того, кто пришел принять, называется некая сумма. От 20 до 100 тысяч предприятий они должны принести штрафов. Причем либо это штрафы на юрлицу, либо на должностное лицо, если которое накосячило где-то в каких-то аспектах. И вот эти суммы... И приносят. В смысле приносят? Ну, план выполняют. А план они выполняют. Ну, найти можно всегда в работающем предприятии. А в нетушителе там висит? Слушайте, я газеты читаю современные, нахожу орфографические ошибки. Ну что, редакторов сажать? Ну, все люди, все бывает. Надо уметь красиво свои признавать. Но это тоже к теме не относится, как у нас Минпромторг извинился очень красиво в Фейсбуке за то, что они выпустили раздаточный материал к Восточному Восточному экономическому форуму с мостом не на остров русский, а с мостом в Бангкоке. Они очень красиво извинились, признали, посыпали голову петлом, что да, у нас произошла вот такая ошибка, накладка. Мы сейчас... Но это уровень, ну, вы представляете, уровень... Это они, как сказали, вы просто еще не знаете, Таиланд скоро присоединим или что? Нет, здесь у нас произошла техническая ошибка, к сожалению, да, вот спасибо тому, кто нашел, вот пусть он придет, ну, вот подарочек маленький вручим. Все люди живы, все могут ошибаться. Это естественно. Но то, что создает государство, систему, опять же, связанное с зарплатами, с контролем, у тебя алименты не выплачены, у тебя штрафы не выплачут, тебя за границу не пустят, да, то есть, там, тебе машину арестуют, еще где-то. И люди начинают думать, и каждый взвешивает, какие риски и какие бонусы, как вот я говорила, социальные гарантии. Вот предприниматели, Михаил, вот вы говорили, что мы разговаривали, что почему бы вы хотели или почему вы не стали предпринимателем, чтобы официально... Смотрите, вот вопрос очень хороший, я из своего окружения могу вам сказать примеры. Значит, ребята постепенно вырастают, да, заканчивают университеты, начинают потихонечку работать на кого-то, а потом, если это ребята предприимчивые, они начинают делать какой-то продукт. И этот продукт достаточно можно выводить на рынок, но они этого не делают. Почему? Потому что они начинают просчитывать экономическую модель. Ага, значит, мы откроем, скажем, стартап какой-нибудь, да, потому что продукты современные, они должны быть наукоемкие, как правило. Начинают рассчитывать, сколько они будут отдавать налогов, да, сколько они будут там отдавать за аренду. Так, загибают кучу пальцев, и в результате получается, что вводить продукт на рынок в виде стартапа невыгодно. Что в таком случае происходит? Фриланс, наверное, какой-то. Да, в таком случае они просто уходят на фриланс, и начинают этот продукт позиционировать как свое портфолио, и, соответственно, если он сделан качественно красиво, привлекать просто какие-то дополнительные средства, и вот так дома, спокойно, практически. А какой это может быть продукт? Вот поясните тоже телезрителям, Михаил. Да, что такое фриланс? Да, нет, фриланс еще, да, это когда человек в свободном, это художник, что называется, работает по разным заказам. Сам на себя они надеялись. Да, сам на себя, и самое главное, по разным заказам. Но, Михаил, поясните продукт, просто вот что, это торты человек пьет, или что, или программы? Нет, это не торты, я говорю о современной наукоемкие продукты. Какие? Например, какое-нибудь программное обеспечение, которое кроссплатформенное, которое может встраиваться, скажем, в систему государственную и регулировать на основе датчиков движения в городе. Ну, то есть не так, чтобы светофор был запрогономирован, скажем, на 5 минут, да, светить красный, 5 светить зеленый. То есть набралась трубка, да, и дается больше длинный, зеленый. И в результате что получается? Стартап не открыть, государство предлагаешь, в большинстве случаев они на это смотрят, ну, поскольку она структура консерватичная, не очень, говорят, нам это не надо. И вот такие подобные классные вещи потихонечку утекают либо в Москву, либо вообще за границу. То есть вот, например, со светофорами как раз, по-моему, русский был разработчик, и он продал-то, не помню, какую-то маленькую страну в Европе. То есть теперь эта система внедрена там, хотя могла бы быть здесь. И отчасти бы она могла решить вопрос с пробками, которые у нас сейчас стоят очень актуально в связи с ремонтом путей, да, и с виза открытия моста. То есть пока, к сожалению, это, имеется в виду создание стартапов, совершенно невыгодно. Хоть Владимир Владимирович и говорил, что стартапы это то, что будет движет экономику вперед, но... Но маленькое государство в Европе. Да, то есть не у нас, к сожалению. А потом мы у них купим это по лицензии. А потом либо, как вариант. Но все равно доверие к государству, мне кажется, очень важно, потому что вот эти все органы, которые существуют за счет, в том числе и налогов заработной платы, да, то есть вот ты приходишь в какую-либо государственную структуру. И ощущение, что ты к ним пришел просящий. Нету понимания, как вот, ну, там та же самая Исландия пресловутая, да, где вообще органы власти это... Ну, это знаете, он у него поздно рассказывал хороший случай. Он в Америке, по-моему, где-то вот в аэропорту. Рочи вычинялся, он потерял документ, по-моему, даже паспорт, что-то такое. И ему очень быстро сделали вообще вот просто раз-раз-раз и все. И он говорит, я по русской привычке, вот у этого окурчика, спасибо, извините, ой, вы так, вы так быстро. А на него невозмутимо так посмотрела сотрудница. Это же наша работа, вы за это платите налоги. И все. Вот, вот. Нас в России-то вообще нету. И нету понимания у людей, которые получают бюджетные деньги, причем сидят в органах власти. Педагоги нет, педагоги, они работают, да, они работают вот эти дети, которых они учат, которым они приносят результат, да, Михаил, собственно, вот вы, что вы делаете. Это немножко другое. А когда именно вот эти самые сотрудники прокуратур, всевозможных там уровней... Рочих силовых структур. Да, 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 да. И когда у людей будет понимание, что, вот, не знаю, там, вот вы, Михаил, да, что я, приходя к вам в контору, вы мне оказываете услугу за мои деньги, не за бесплатные, за мои деньги, я вам плачу, по сути, зарплату, изменится отношение. И тогда люди, мне кажется, будут с большей охотой идти вот на эти самые белые зарплаты. А когда ты читаешь, как на частных самолетах собачек возят за рубеж, очередная яхта-вилла, и говорят, он это заработал. Извините, кто заработал? Извините, значит, Газпром наше все? Вот не надо, ля-ля. А мы, которые предприниматели, вот сидящие на земле, действительно, выбирающие копейки, чтобы купить, не знаю, там, какую-то машину, станок, да окна поменять. У меня здание, административное здание, бытовые помещения, 60-х годов постройки. У меня приходит Роспотребнадзор, у вас тут влажно, сыро, вот надо все термотировать. Да, мне нужно поменять окна на пластиковые. То есть вот сейчас сегодня мне принесли счета на 100 тысяч. Это всего лишь три бытовки. Мне надо вот сейчас поменять эти окна. То есть я поменяю, я условию лучше, я выполню это предписание Роспотребнадзора. Но они же потом придут, потому что у них палочная система, и еще чего-нибудь будет. А кто не той системы, выяснится? Ну, вполне, и плохо помыто. Да. Михаил, а мне все-таки интересно, опять-таки, молодое поколение, вот у нас Никита был звонивший, он говорил, что он такой сознательный, вот я тоже вообще стараюсь поведать этот же принцип, что кредит, если можно взять, ну, совсем край, а так надо жить посредством. Но давайте называть вещи своими именами, по крайней мере, нам так внушают вообще, что общество потребления, и как раз в первую очередь это молодежь. Человек еще учится в ВУЗе, уже ему хочется не просто смартфон, а подороже, опять-таки, потому что вот у Мишки дорогой айфон, я тоже хочу, иначе стрёмно будет. Машина тоже, у этого есть машина, и я хочу. За границу тоже, не за границу хочет человек Калининской области поехать, а именно куда-нибудь, даже Хургада, это стрёмно, а куда-нибудь получше, Барселона и так далее. То есть, опять-таки, вот если у нас молодежь, вроде как, все больше склоняется к тому, что получать серые, а то и черные зарплаты. Ну, кредиты, с чего они будут брать, те самые, ведь все в кредит сейчас, кредит, молодежь в первую очередь кредитуется, телефоны и так далее, и тому подобное. Как это, на ваш взгляд, они рассчитывают жить? Или все-таки правильно, как у Никита? Здесь, смотрите, здесь, за которой говорится совершенно другая проблема, проблема воспитания, проблема человеческих ценностей. Воспитание, все, вот мы поняли, как воспитали, и так далее. Еще раз, если молодежь сейчас говорит, вот приходит, плати мне черную, я лучше буду 55 получать, чем у меня будет там 30, с учетом за вычетом налогов. Вот. А как он пойдет, пусть дарь 50 тысячам и брать кредит на автомобиль, которому очень хочется? Ну, в таком случае он должен накопить себе, заработать все-таки накопить. Конечно, потому что ему придет банк, ему скажут, извините, мы вам не дадим кредит. Но общее потребление наше, вот эта система кредитования, она же на что рассчитана? На тех людей, которые копить не умеют. Правильно, вот как Никита, он накопит, пусть это будет жигули, но он накопит. Ну, система кредитования рассчитана как раз на то, что люди не умеют нашу массу копить, не умеют, не любят откладывать. Они идут в микрофинансовые уже организации, где надзор, конечно, меньше, где поверят любой справке, написанной от руки, там, с печатью, с закорючкой, человек попадет на сумасшедшие деньги, потому что финансовая грамотность пока очень низка, и потом будет платить еще сумасшедшие деньги. Ну, как раз за эти 50 тысяч, ну, это так как раз и учат финансовые грамотности. Вот, на соседа посмотрел, там, и уже задумывался. Да, надо самому набить шишки. Вот, но мы все прекрасно, хорошо говорим, но тема-то, предложения какие? Как помочь государству обвелить зарплаты, или что? Нет, не помочь государству. А у нас вот самое интересное, что государство хочет вывести всю зарплату из тени. Это невозможно. В принципе, государство хочет, мне кажется, не вывести всю зарплату. Это как следствие. Государство хочет получать прибыль от производства всего остального. А обеление, это как инструмент получения. В данном случае, мне кажется, государству нужно обратить внимание не на получение сиюсекундной прибыли в казну для развития какого-то глобального проекта в очередной раз, который через месяц уже должен начаться. А ему нужно обратить внимание, что если у нас есть в стране курс на развитие производства, на восстановление производства, которое в определенный момент... Есть ли он, или он так декларируется? Вот она, я думаю, этот курс и не чувствует. Я не чувствую... Это как раз то, о чем я и хочу сказать. Что курс задан, но инструменты неверные, на мой взгляд. То есть, вместо того, чтобы дать какие-то развивающимся предприятиям, которые хорошо, дайте им срок 3 года на развитие, на становление, они потом будут приносить прибыль, создавать рабочие места, они будут развиваться, они выйдут на какой-то уже уровень рентабельности. Мне кажется, у нас настолько оторвано. Вот есть отдельно специальность, государственное муниципальное управление. То есть, отдельно учат управлять государством, а отдельно там коммерческие. Они мыслят по-другому, они не понимают. То есть, это настолько вот... У нас, к сожалению... Соглашусь полностью, потому что, когда человек управляет, да, и управляет конкретным бизнесом, он видит все вот эти вот огрехи, все эти подводные камни. А когда человек не управляет и сидит где-то там в государстве... Уран Хиггс преподает государственное муниципальное управление. И потом говорит, как вот этому человеку, значит, надо управлять. Это, соответственно, происходит диссонанс и разрыв. Он его только портит, да, получается? Да, да. Давайте учить управленцев на предприятия. Как студентов отправляют на практику, так и их отправлять на развивающиеся предприятия. У нас государство, своими мнениями, стимулирует, на самом деле, создание новых шарашек, ухода от налогов, по сути. Например, у нас объявлено условно налоговый, каникулы от проверок, вновь созданным компанией, в том числе и производственным. То есть, создай новую компанию, и три года к тебе не будут приходить, развивайся. То есть, вот рядом со мной, то есть, мне нужно каждые три года создавать новую контору, переводить туда людей, чтобы ко мне просто не ходили и не мешали мне нормально работать, и не брали вот эти самые пресловутые штрафы. Но я буду тратить время и силы и деньги на создание вот этих новых юрлиц. Ну, и опять же, объяснение репутационных вот этих издержек за это-то время нарабатывается. То есть, сейчас смешно, получается, если ты на рынке зарегистрирован там с 94-го года, тебя спрашивают больше и дерут в три раза больше, нежели чем ты вновь созданный. А если у тебя еще в названии инновационные есть, это вообще, то есть, ты хоть и делай инновационные метла или инновационные тряпочки для пола. То есть, вот, поэтому, мне кажется, вот как раз оторванность тех, кто управляет и пишет законы, от реалий жизненных. Ну, а предложение-то все-таки по белым-черным зарплатам. Для кого? Для государства? Как поймать нас? Да, конечно. Ну, если они сами не делают, так давайте мы будем им предлагать. Потому что Голикова анонсировала в июне того года о том, что в начале 19-го года они методику вывода зарплаты серых и черных зон предоставят. Ее нет. До сих пор это было анонсировано, так оно все. Ну, давайте предлагать мы. Ну, так вот, в первую очередь, вот эту методику они должны разрабатывать не у себя там наверху, как это видят они, а именно в совокупности с бизнесом. Это не только корпорации, которые тоже на самом деле оторваны, ну а-ля там «Газпром» и прочее. А взять сообщество среднего предпринимательства, которое как раз уже... Вот, давайте предлагать. Пусть повышают социальные гарантии, чтобы людям было выгодно. Я бы сказала еще, повысти, повысти, сколько у нас сейчас больничный лист платится процент от заработной платы? Там сколько надо стаж? Там стаж больше 10 лет, там 100%, да? И то, если ты долго болеешь, там оно уменьшается. То есть, повысти какие-то... Они, кстати, сделали то, что 13% подоходный налог платят работники, и потом они могут вернуть эту сумму налога, если они потратили на обучение... Нет, это все хорошо. Это мы говорим о повышении гарантий физлицам, работникам. Но для того, чтобы они получали зарплату, предприятие должно существовать и развиваться, а не выживать и пытаться уйти от вот этих налогов. Переходить от палочную систему, переходить от вот этой вот... То есть, когда проверяющики приходят за конкретными суммами штрафов, когда они приходят, говорят, мы пришли вам помочь. В советское время была же прекрасная система, когда ты первый раз пришел, ну, проверяющий пришел, выявил какие-то нарушения, дается просто предписание, исправь. А потом, когда идет проверка этого предписания, если... Нет, сейчас они приходят и говорят, мы в любом случае должны оштрафовать. У них есть вилка предупреждения и штраф. Всегда, у меня вот за все время моего руководства ни разу не выбрали вариант предупреждения. Но был один случай, там какой-то вообще совершенно там мизерный. Ну, по проверкам я затрудняюсь сейчас спорить с вами, но мы ведем речь, как говорится, в предложениях именно обеления зарплаты. Вот мое мнение, и я предлагал бы вообще вывести все пенсионные отчисления из обязанностей предпринимателя, а возложить их на физическое лицо. Это опять самостоятельно, чтобы он сам выбирал годовую сумму, которую... Да, на свой счет, пожалуйста, лицевой счет его персональный, он знает, что сколько, он реально считает, сколько ему там... Да, он не может им воспользоваться там до определенного срока или там для определенных условий, но это его. Ну, хорошо, а почему не пойти дальше и также по этому принципу и методам... Ну, медицинское это довольно-таки сложно, потому что вот я был в Китае, с китайцами разговаривал, у них вот такого типа сделано, у них нам только государственные чиновники, в общем-то, на обеспечение государства, а все остальное, участники, они все откладывают. Пенсионного у них вообще нет, у частных лиц. Поформляют страховки на год. Да, но они откладывают деньги, и вот когда он заболел, значит, вот у него на счету лежат эти деньги, он может болеть только на эту сумму. Если завтра у него эти деньги кончаются, он, чтобы его не выписали из больницы, там, он должен проплатить. Вот так четко все поставлено. Ну, и пенсии у них так таковых, у них только государственные чиновники и военные пенсии. Да, в Китае там жестко. А предприниматели и физические лица, они пенсии нет у них, потому что это считается, родители должны жить с детьми. Но это у них такое воспитание, это так. А у нас, ну, социально, я считаю, что на сегодняшний момент отчисление соцстраха, это обязательное начисление, которое нужно обязательно, потому что по молодости мы все думаем, что мы здоровы, мы болеть не будем. Михаил, вот что вы думаете, ваши завестники, пойдут такую схему им сказать, сам отчисляй, пойдут или как раз будут думать, я молодой, ничего не будет, вообще эта пенсия недоживая и тому подобное, не будут отчислять. Смотрите, это будет зависеть от уровня зрелости этого самого молодого человека. Если он понимает, что это вот инструмент управления его судьбой в дальнейшем, то он, естественно, скорее всего, предпочтет, чтобы это было в его видении, чтобы он видел конкретно что-то, как у него там происходит. В случае, когда у нас этого инструмента на руках нет, мы не особо понимаем, как там движутся наши финансовые потоки, в каком они состоянии и вообще, как бы, хватит нам на то, чтобы себя вылечить или не хватит. А те люди, которые, собственно, молодые и еще пока не очень пытаются заботиться о своем будущем, мы, естественно, это и до лампочки. Они и так сойдет. Есть проблемы в этом. И вот, понимаете, на мой взгляд, опять-таки, наше население, которое часто упрекает, что до сих пор у нас такой патерналистский подход к жизни, что мы до сих пор считаем, что государство нам поможет, оно за нас. Мне кажется, если честно, она хороша, вроде, система, я согласен. Но это вот так же, как мало тех людей, как Никита, которые он накопил и сам купил. Также и люди, они, что называется, забьют на это дело. Как-нибудь, мне не хватает, мне на молоко не хватает, это будет предлагать на пенсию опять, деда не доживу и так далее. Короче, народ забьет и будет. А потом, когда петух клюнет, ой, как же, а мне на счету там, допустим, 5000 рублей и так далее. И всем миром будем скидывать. Да, да, да. Это как, извините, я перебью, это как у нас вот пожары идут в Сибири, вот эти в степях наших. Но это твой дорогой друг, частный дом. Он тебе должен быть застрахован. Даже в советское время к нам приходила страховщица, я помню, тетя, и собирала. В советское время страховку за государственную, за все это, понимаете? А сейчас вообще твой дом, ну как ты его не застраховал? И вот он сгорел. И мы всем государством, государство помогает, им строим дома, называющие своими именами, понимаете? Вот этот первый пример, когда люди забили авось. Понимаете? И тут та же история будет. Ну, вы знаете, история может быть такая же и будет, но опять же, это все звенья одной цепи. Да. У нас государство приучило к тому, что все эти страховые компании, которые существуют сейчас, они вот сегодня есть, а завтра их уже нет. И люди, которые вложили в это деньги, и они застраховали, все сделали как положено, но они не могут получить страховую выплату, потому что не у кого ее получать. И у нас нету никаких гарантий от государства на это. У нас каждый второй может пойти открыть, ну, условно каждый второй, пойти открыть страховую компанию. Она год просуществует, два просуществуют, как мыльный пузырь, а потом просто он закроет ее. Где мы кого искать будем? В первую очередь у нас государство должно контролировать вот все эти сферы. Ну, это мое мнение. То есть страхование, хорошо, если мы переходим на страхование, опять же, почему я заговорил про медицину, про все эти отчисления. Мы все отчисляем из зарплаты вот эти, соцпакет. И медицинское страхование, все. Но у нас получается своеобразно. Люди, которые живут в Москве, у них один уровень обслуживания медицинского. В Москве вообще всего другой уровень. И там уровень, в ресторане другой обслуживания. Если далеко не ходить, если взять тот же самый город Торжок. Человек ломает ногу, шейку бедра, перелом шейки бедра. Человеку говорят просто в больнице. Вот ты ложишься, мы тебе гирьку к ноге привязываем, и вот как срастется, так срастется. А через неделю его вообще домой отправляют. На сращивание вот этих костей. Как ему рассчитывают на медицинское страхование? Он всю жизнь работает. О каком... И скорее всего он пойдет в частную. А в частную он пойти не может, потому что у него... Ну, шейка бедра сломана, да? Если только родственники оплатят. Родственники оплатят. А о каком тогда отчислении с зарплатой мы можем говорить? Ну, все понятно. Но что касается медицинского и социального, в общем-то, это отчисления все равно должны быть централизованы. И на частные лица, на частные, как говорится, плечи это перекладывать нельзя. А вот пенсионные, пенсионные должны быть переложены на физические лица. Есть, есть, конечно, логика. Я понимаю, вот мне опять-таки подскажут, что еще логика в том, что должна быть реклама, дорогие мои гости программы, после которой мы завершим наш программ. Дорогие телезрители, буквально несколько минут, после чего мы подведем итоги нашей программы, которая посвящена белым, серым и черным зарплатам. Ну что ж, снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о обелении зарплат, или наоборот они стали сирить и чернеть. Господа, мы выяснили, что все плохо. Вот на ваш взгляд, что должно предпринимать государство, чтобы как-то улучшить положение малого и среднего бизнеса, а в конечном итоге простых людей? Давать реальные льготы малому и среднему бизнесу. Хотя бы на срок развития его. Это будет стимулировать и развитие, и, как правильно говорил, Анна, не закрывать компанию каждые три года. Анна, на ваш взгляд? Ну, я бы все-таки серьезно бы рассмотрела прогрессивную шкалу подоходного налога, потому что всего лишь один процент или даже меньше населения страны получает сверхдоходы. И, наверное, это будет честно делиться этими сверхдоходами. Они как раз против прогрессивной шкалы. Они-то и принимают эти решения, собственно говоря, и лоббируют, что 1-13 процентов плоская шкала налогоблажения. Хотя, в принципе, если смотреть на весь прогрессивный мир, то везде она именно прогрессивна. Чем больше дохода, тем больше, соответственно, и подоходный налог. Ну, помните, как на француза-то ополчились за то, что они сделали прогрессивно сразу и... Он говорит, сразу, сразу, кто ополчился. Тот, кто и не хотел его платить. Конечно, конечно, тем не менее. Логично. Я думаю, что мы не будем против. Владимир, на ваш взгляд. Мне все-таки хочется, чтобы правительство наше, которое, в общем-то, нами уважаемое, больше повернулось именно к людям и не занималось тем, что как бы с них побольше содрать. Еще на воздух придумать налог. На снег. На снег. На прошлогодний снег. Вот, а был же разговор о том, что на снег там налог на ЖКХ. Мультик насмотрелись. На воздух. Вот. А ведь реальная картина-то получается так, что, правильно, прогрессивный налог поддерживают, но почему-то его не вводят. Говорят, невыгодно. А 2% НДС повысили, выгодно, ну, выгода... Потому что НДС сильно ударила по бизнесу. Сейчас уже экономисты говорят о том, что... Она ударила по людям. По бизнесу-то люди. Так реальное падение доходов, и мы с этим и связываем. О, работаем. А реального положительного эффекта для государства не вышло. Просто это очень... Налог, который очень легко собирать, очень легко администрировать. Наше государство почему-то любит легкие решения. Легкие пути. Как коволение. А быстрее собрать, конечно. А брать с себя любимых со сверхдоходов при зарплатах миллион рублей в месяц, почему-то они не хотят больше. Странно. Когда с экранов телевизора все говорят о том, что надо вот увеличить производительность труда, надо лучше работать. Все правильно. Но реально мы видим, что у нас налоговая база увеличивается, увеличивается. И как бы мы ни работали, чем мы больше работаем, тем больше мы платим налогов. Понятно. Михаил, если быстрее, как молодого поколения, что... Соответственно, я думаю, что оно поддержит вот эту идею с прогрессивным налогом, потому что, по крайней мере, появится пул определенный денежный, который будет оседать у работодателя, у государства или у частного лица. Соответственно, и эти самые работодатели смогут выплачивать нормальную зарплату, достойную, достаточную для того, чтобы она была белая, и чтобы он, скажем, себе телефон купил, машину и все остальное. И отпадет, как таковая, потребность в этих серых и черных зарплатах. Прекрасно. Ну что ж, дорогие телезрители, итог программы «Не самое радостное государство» стоит нам одним местом, про которое Владимир извинялся, не стал употреблять это слово. Надеюсь, что повернется. Может, это услышать совет у людей, которые реальной жизнью занимаются, реальным производством, реальным каким-то делом. Они сидят там где-то в Госдуме или в каких-то кабинетах министерских и думают, как бы еще ободрать народ простой, чтобы собрать деньги. Самое главное, непонятно куда. Если бы они еще пошли на очередной какой-нибудь там эсминец или танк, я бы еще за. Но не факт, что он туда уходит. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, какие зарплаты должны государства, белые, серые, черные. Не знаю, такое впечатление, что обратно они стали серыми, как в нулевые, а скоро и вовсе станут черными, как в 90-е. Ну что ж, белая вам зарплата и большой, дорогие телезрители. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.